Добрый вечер, уважаемые телезрители! На Риотовском телеканале программа «Диалог» и я, ведущий Владислав Момот. Традиционно вечером в среду в эту студию мы приглашаем самых известных, и значимых людей нашего города и всего Подмосковья, чтобы обсудить актуальные темы. Наступает дата уплаты налогов и самое время рассказать о том, как правильно это сделать, чтобы не остаться в долгах. Специально для этого мы пригласили на диалог начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 20 по Московской области Марину Лакунину. Здравствуйте, Марина Александровна! Добрый вечер! Рады вас видеть у нас в студии. Давно вас не было. Наверное, сказалось, пандемия. Сегодня мы хотим действительно обсудить очень важную тему. Действительно, весна – это тот период, когда многие задумываются, как правильно заплатить налоги. И первый вопрос. Какие сроки нужно подать налоговую декларацию о доходах, которые были в 2020 году? Ну, декларация, это называется 3НДФЛ. Мы сегодня поговорим как раз об этой декларации, которую необходимо подать физическим лицам. Но ее подают не только физические лица, ее подают индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, но и физические лица, которые в прошлом году получили доход от продажи квартир, домов, дач, гаражей, имущества, транспорта, которые в собственности были 5 лет. Обязаны задекларировать этот доход. То есть сейчас вот все предприниматели напряглись, когда вы начали рассказывать? Ну, предприниматели знают, а физическим лицам, нашим жителям, я напоминаю, чтобы они не забыли, если они продавали что-то в прошлом году, они обязаны это все задекларировать. Срок подачи такой декларации до 30 апреля 2021 года. То есть это полтора месяца остается? Осталось полтора месяца, многие уже подали декларации, задекларировали доход, а остальные мы вот сегодня напоминаем с вами, что надо подать эту декларацию. А если этого не сделать до 30 апреля? Если этого не сделать до 30 апреля, то от продажи имущества, вот в этом году как раз налоговый орган самостоятельно начислит налоги, исходя из тех данных, которые приходят к нам в налоговую инспекцию. Из Росреестра нам приходят сведения, и у нас есть сведения по кадастровой стоимости, и налог будет начислен с кадастровой стоимости, 70% от нее, и придет с уведомлением налогоплательщику, кто не задекларировал, вместе с имущественными налогами в следующем году. Его надо будет оплатить до получения уведомления 1 декабря, его надо будет до 1 декабря оплатить. Так, если гражданин в прошлом году продал машину, нужно ли ему платить налоги? И как высчитывается эта сумма? В любом случае ему платить или нет? Так, если это касается машины, то если он продал, если она в собственности была, менее трех лет, то он обязан задекларировать. Если нет документов на приобретение этой машины, то предоставляется имущественный вычет в размере 250 тысяч рублей. То есть с этой суммы не надо будет платить, а свыше там суммы надо будет заплатить 13%. Если у физического лица, кто продает машину, есть документы на приобретение этой машины, то он имеет право уменьшить стоимость продажи этой машины на сумму, которую он покупал, на стоимость расхода. И, соответственно, у некоторых, конечно, покупаешь по более высокой цене, чем продаешь, и налога тогда не возникает. Но задекларировать надо. Чтобы, так сказать, получить вот эту льготу. На кого не распространяется срок подачи вот этой налоговой декларации до 30 апреля? Или есть такая категория? Ну вот кто получил доходы от продажи имущества, не только от продажи имущества, там от сдачи в аренду своего имущества, физические лица, от репетиторства, ну от любых видов деятельности, если физическое лицо, которое не является индивидуальным предпринимателем, получили доходы, они должны задекларировать обязательно до 30 апреля, а налогу платить до 15 июля по этой декларации. Если у вас, у наших жителей нет там декларированных доходов, но они хотят, если они приобретали квартиру, потратили деньги на обучение, там свое, детей, на лечение потратили деньги, то они имеют право заявить имущественные, социальные вычеты. Вот такие декларации, она тоже называется 3НДФЛ по этим вычетам, но ее можно подавать в течение всего года, то есть начиная с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. То есть весь год, в любое время вы можете подать такую декларацию, не надо торопиться, то есть спокойно можно ее подать. Мы с вами поговорили о продаже автомобиля, а что касается продажи недвижимого имущества, которое было реализовано в 2020 году, такую декларацию 3НДФЛ нужно подавать и декларировать вот этот полученный доход? Ее нужно подавать, если в собственности была менее пяти лет у вас это имущество. То есть если на машину три года, то здесь пять лет в собственности была имущество. Да, квартира, дом, какую недвижимость, комнату вы продаете, еще что-то. земельный участок продаете, его обязательно надо задекларировать и заплатить налог в бюджет. Здесь аналогично тоже, как мы с вами поговорили про транспорт, если у вас есть договор на приобретение квартир, то вы имеете право уменьшить на стоимость этих расходов. Приобрели по одной стоимости, продали по другой и с разницей заплатили НДФЛ бюджет 13%. Если нет документов на приобретение этой квартиры, предоставляется имущественная вычет в размере одного миллиона рублей. С большей суммы, соответственно, надо заплатить 13% на муку. В таком порядке. И от продажи тоже надо заплатить, подать декларацию до 30 апреля этого года. 2020 год для многих организаций, фирм, ну, был, так сказать, если не катастрофичным, то во многом определяющим. Как налоговая служба сработала в прошлом году, учитывая коронавирус? Ну, год, конечно же, был непростой, и особенно для наших налогоплательщиков, особенно для организаций, для индивидуальных предпринимателей, когда мы все сидели там кто в карантине, особенно кто относится к пострадавшим отраслям, кто не работал вообще, там предприятия общественного питания не работали, там, ну, многие организации у нас, целый перечень правительства есть, кто пострадавших отраслей, но в целом, когда прошел наш такой трудный апрель, второй квартал, когда пошел, уже после полугодия, уже пошло восстановление, и с каждым месяцем, в общем-то, все позитивнее, позитивнее были поступления налогов, и все, переструлись. Да, и по итогам года, год закончился с ростом 104% по аналогичному периоду прошлого года по поступлению налогов. Снижение было по страховым взносам бюджет на, ну, по нашей инспекции было снижение на 7% по страховым взносам, но здесь были объективные причины, потому что, когда началась у нас пандемия, было принято в постановлении правительства был принят закон о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса. То есть, они сейчас платят и взносы страховые по ставке 15%. Это значительно. Подпринимать, да. Сокращение. И вот эта льгота, она остается с нами уже на всю оставшуюся жизнь. То есть, ее не будут отменять обратно? ее однозначно не будут отменять, они и все малые и средние бизнесы платят взносы, страховые по ставке сейчас 15%. Это очень хорошая льгота. Еще вот о процентных ставках. Я много слышал, что с 1 января вводится какая-то повышенная ставка 13-15%. Давайте здесь внесем ясность, на кого она распространяется и какие доходы подпадают. Ну, у нас основная ставка по налогу на доходы физических лиц, которые мы все платим, это 13%. Это налоговая база из нашего фонда оплаты труда и при продаже имущества ставка 15%. С этого года, да, у нас в законодательстве изменения и вводится ставка 15%. Но она платится только с налоговой базы, которая свыше 5 миллионов рублей. То есть, если вы зарабатываете в год больше 5 миллионов, то до 5 миллионов вы платите 13%, а начиная уже с налоговой базы больше 5 миллионов, там уже идет ставка 15%. Вот в этом случае применяется 15%. Сегодня в нашу жизнь все больше внедряются цифровые технологии, уже говорят, что мы все под колпаком. Наверняка, ну, с одной стороны, это несет большое благо, что мы ушли от всевозможных бумажных отчетов, подача всей информации идет автоматически. Сегодня я знаю, что и на сайте Федеральной налоговой службы все можно сделать удаленно, наверное, в период пандемии это было очень востребовано. И каждый налогоплательщик получил возможность иметь свой личный кабинет. Вот как можно получить к нему доступ? Расскажите об этом механизме очень удобном для всех, кто занимается бизнесом. Ну, у нас уже практически все налогоплательщики наши, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и физические лица уже прекрасно знают личный кабинет и сайт налог.ру. Это прекрасно, что мы грамотные. Уже все, уже все, наверное, знают вот эту нашу тройку вот этих кабинетов. Юридические лица, конечно, активно им пользуются, индивидуальные предприниматели активно им пользуются, но и физические лица активно им пользуются, потому что очень много можно сделать здесь, действий через личный кабинет. Начиная там уплатить налоги, посмотреть, правильно ли у вас там начислены налоги, правильно ли там зарегистрировано ваше имущество, квартира, дача, машина. Можно обратиться в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика, написать заявление, можно заявить льготу через личный кабинет налогоплательщика, можно подать нашу декларацию три ИНДФР через личный кабинет налогоплательщика. То есть там вот можно сделать все. Не надо их приходить в налоговую инспекцию. То есть это бесконтактная форма общения наших налогоплательщиков с нами. И на все обращения, которые приходят к нам в электронном виде, очень быстро получают ответ налогоплательщики. Подключиться к нему тем, кто не подключен или кто-то вдруг потерял пароль или забыл. Хотя его можно самому изменить через почту. Самому, да. Через телефон, через почту его можно восстановить. А так, если кто еще не подключен, можно просто прийти в налоговую инспекцию, в любую, не обязательно в нашу налоговую инспекцию, прийти с паспортом и получить пароль от личного кабинета и зарегистрироваться в этом личном кабинете. В каждой налоговой инспекции есть сотрудник, который, так сказать... В любой налоговую инспекцию, в любой приходит человек с паспортом и все. И по его заявлению ему дают регистрационную карту, где есть пароль. Он заходит в личный кабинет. На сайте налог.ру меняется свой пароль на тот, который ему нужен, которым он пользуется. И начинает пользоваться личным кабинетом. Я, может быть, человек немножко старой формации и привык доверять все-таки бумажным носителям. И подписи саморучно. Но я знаю, что сегодня широко применяется так называемая электронно-цифровая подпись. Вот как ее получить? И что она из себя представляет? Ну, электронно-цифровую подпись тоже получить нетрудно. Это если вы подключились к личному кабинету, вы заходите в свой личный кабинет, и есть там вкладочка жизненной ситуации. И через нее там все по шагу, вы получаете электронно-цифровую подпись. И с ней уже сдаете все декларации. Это через личный кабинет. Это у вас уже будет все ваши письма, все обращения, все заявления. Все заверены электронно-цифровой подписью. Наверное, вот в это время пандемии она особенно востребована у наших предпринимателей. Да, потому что во время пандемии, к сожалению, мы вообще не принимали налогоплательщиков в налоговой инспекции. Вы знаете, прекрасно обходились. То есть мы, ни один человек нам не приходил, если сейчас там приходят, иногда 100-200 человек в день приходят. По разным причинам налогоплательщиков. То там фирму зарегистрируют, то индивидуально предпринимать или зарегистрировать, то декларацию сдать. Вот во время пандемии, вот эти вот, сколько, ну мы, три месяца не принимали, наверное, налогоплательщиков, и все прекрасно обходились, и все сдавали декларации через сайт налоговой службы, и через личный кабинет сдавали декларации, и обращение через личный кабинет было, и все прекрасно мы общались. Насколько застрахованы от мошеннических действий? И у вас наверняка стоит там поэтапная защита, что просто так любой человек не сможет за кого-то расписаться? Ну, естественно. Если у вас есть вот твоя, ваша личная электронно-цифровая подпись, если у вас есть пароль от личного кабинета, то, естественно, никто не может им воспользоваться. Однозначно нет. Это все защищено. Еще одно из направлений Федеральная налоговая служба России проводит отраслевые проверки общественное питание и проект по исключению недобросовенного основного поведения на рынках. Для чего это проводится? Да, вот с этого года начался такой проект по рынкам. Это по поручению нашего президента, чтобы все наши предприниматели, чтобы все наши налогоплательщики были в равных условиях. А то у нас, получается, один предприниматель зарегистрировал кассу, пробивает чеки, всем выдает. Другой предприниматель работает без кассы. Особенно этим пользуется на рынках. То есть наши предприниматели на рынках, даже если у них есть кассы зарегистрированы, зачастую они не пробивают. Не всегда, это точно. Да, не пробивают чеки. У некоторых висит, значит, номер телефона, чтобы на карту перечислять, знаете, да? Да, да, да. Когда приходят на рынок. Вот чтобы исключить вот такого поведения, чтобы все были в равных конкурентных условиях. Но самое основное, это касается нас с вами, как потребителей всех. Потому что не имея там, если вам не выдадут кассовый чек, если вы там непонятно, куда перечислили деньги, вы не предъявите претензии за некачественный товар, чтобы там были продукты, питание, там строительные материалы, неважно. И вы не вернете уже свои деньги. Поэтому вот на это направлено и вот с февраля месяца вот этот проект начался. И поэтому я всех жителей призываю, кто ходит на рынок. Быть бдительными и брать... Обязательно. Все наши предприниматели должны выдавать чеки в обязательном порядке. А что грозит все-таки налогоплательщикам, таким нерадивым предпринимателям, которые не соблюдают требования, не используют контрольно-кассовые аппараты? Ну вот во время пандемии как бы еще один был большой плюс для нашего предпринимателя. Мы вообще не проводили проверки по контрольно-кассовой технике. Это вот все связано с коронавирусом? Целый год, ну не год, начиная с апреля месяца у нас был мораторий на эти проверки. Мы не проводили проверки. Сейчас уже мораторий снят, и мы проводим проверки. Какие основные нарушения? Ну, непробитие чека. Здесь, если это индивидуальный предприниматель, минимальный штраф 10 тысяч, а так от 25 до 50 процентов от суммы непробитого чека. Ну, не менее 10 тысяч. Для организации там сумма еще больше. Минимальный трейдет 30 тысяч рублей штрафные санкции, либо 75-100 процентов от суммы непробитого чека. То есть штраф за каждый непробитый чек. За каждый непробитый чек. Если это там вы покупали на сумму 50 тысяч, может быть штраф и 50 тысяч. Если покупали на сумму 100 тысяч, не пробили чек, может быть штраф и 100 тысяч. Но минимум 30 тысяч для организации. Какие изменения еще наступили, начиная с этого года, при использовании контрольно-кассовых вот этих терминалов? При использовании контрольно-кассовой техники с этого года, если раньше предприниматели могли просто указывать там услуги, товары, то с этого года обязательно должна быть номенклатура товара указана в чеке. Что продает? И количество обязательно должно быть указано. То есть не просто услуга, а прописана? Нет, прописана. Какая-то услуга? Не просто товар, а какой-то товар продается. И обязательно количество должно приставляться. Вот это вот в обязательном порядке тоже вводится. Здесь тоже есть штрафные санкции, они, конечно, поменьше, от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, но тоже за неправильное применение контрольно-кассовой техники, неправильное пробитие чека. Также предусмотрены штрафные санкции для предпринимателей. Что еще у нас по контрольно-кассовой технике? То есть, вот мы с вами как потребители, мы можем не просто там вот чек просто получить, но мы можем сказать, чтобы нам отправили на электронную почту этот чек. А что мы можем увидеть в этом чеке, ну вот как не специалисту, я обычно смотрю так, совпадает ли цена? Как-то можно проверить актуальность этого чека? Все наши вот эти чеки, они попадают у нас в одну общую базу. Да, в общую базу, в общее облако, они там все хранятся. И, в принципе, это все можно проверить, наш пробитый чек, зарегистрированы ли кассу этот предприниматель, правильно ли он выдает чек, касса работает. Можно это посмотреть на сайте налог.ру, проверка чека, там есть такой ресурс, можно зайти попробовать. А можно скачать приложение, есть приложение, проверка чеков. И по приложению просто прикладываете этот чек, и оно выдает вам все по нашему предпринимателю. А вот эта информация, она поступает мгновенно вот в эту базу? Ну, там где-то буквально там, может быть, 30 секунд, минута. То есть, в принципе... Ну, в онлайн-режиме она поступает сразу в базу, и там хранится. И вот то, что касается вот проверок, да, мы сейчас начинаем проводить вот эти все проверки, даже не начинаем, мы уже начали, уже страхуем нашим предпринимателям. Ну, как бы это там не грустно звучало, но... Да, мы... Да, льготный период закончился, но, опять же, мы проводим проверки не по всем нашим предпринимателям. Опять же, у нас вот эта база есть общая по нашим пробитым чекам, и мы анализируем каждого налогоплательщика, мы смотрим. Да, наши предприниматели зарегистрировали кассу, стоят на рынке, но если по этой кассе за день не был пробит ни один чек, то это вот первый кандидатур на нашу проверку. То есть, мы пойдем именно к нему. Мы сначала проводим рискориентированный анализ по каждому налогоплательщику. Мы не ко всем пойдем проверять там чеки, как они бьют. Если человек, мы видим, за день там он постоянно пробивает чеки, у него там доход есть, а другой человек там рядом же на этом же рынке, допустим, стоит, у него там, ну, может быть, один пробил чек, там, кто попросил. Вот к нему мы пойдем на проверку и проверим в первую очередь его, потому что мы составляем и план проверок, и мы уже знаем, кому мы пойдем проверять, исходя вот из этой базы. А если человек работал, у него было все успешно, но из-за пандемии его отрасль попала, так сказать, ну, которая закрылась, да, то есть, ну, пострадала, и он, ну, не закрыл индивидуальное свое предприятие, то есть, по бумагам оно числится, но он не работает. Его будут проверять на использование контрольно-кассовой техники, как с ними быть? Ну, нет, но тут тоже мы же смотрим, какую отчетность дает предприниматель. Если у него за прошлый год там, он сдал там, допустим, упрощенную систему налогообложения и там ноль, естественно, мы не пойдем к нему проверять, даже если у него есть контрольно-кассовая техника, ну, единственное, что мы, конечно, у него спросим, как он работал, собирается ли дальше работать. Вот. А если предприниматели получили патент на этот год, допустим, на роничную торговлю и работают, и потом мы сейчас запросили в рамках вот этого проекта приоритетного со всех рынков, арендодателей, списки арендаторов, кто у них торгует, кто им платит арендную плату, соответственно, мы проверяем арендаторов. Ну, да, такого не может быть, что ты, как бы, находишься на рынке, платишь арендную плату, конечно, конечно, но не показываешь свой доход. То есть тут все в комплексе проверяется, и пробивка кассовых чеков, и стоимость арендной платы, сколько ты платишь своему арендодателю, и уже потом проводятся проверки. Малина Александровна, давайте еще коснемся нововведения этого года и подробно о них расскажем. Что, так сказать, ждать предпринимателям? Ну, и всем гражданам. Ну, начнем давайте с физических риск, какие изменения. У нас 1 декабря наступил срок уплаты имущественных налогов. Все наши жители получили налоговое уведомление с расчетом налога на имущество, транспортного налога, земельного налога. Все должны были заплатить до 1 декабря сумму налога. Ну, как правило, некоторые либо забывают, либо еще какие-то причины, по которым вовремя не оплатили. Мы уже всем нашим физическим лицам направили требования об уплате налогов. Вот как раз по требованиям у нас изменения, если мы раньше направляли требования, начиная с суммы от 500 рублей, то сейчас мы направляем требования от суммы 3000 рублей, то есть налогоплательщикам напоминаем. Если сумма меньше 3000 рублей, мы не направляем. Правда, кто у кого есть личный кабинет, там мы направляем от нуля задолженность, что у них есть задолженность. После этого, если по требованию тоже не заплатят наши физические лица, мы, как и в прошлых годах, направляем мировой суд на взыскание в судебном порядке. Ну, здесь тоже изменились у нас показатели. Если мы раньше направляли от суммы 3000 рублей, то с этого года мы направляем от суммы, если есть задолженность, 10000 рублей, то есть увеличивается вот этот порог. Но в любом случае, рано или поздно, мы все равно по всем направим, там, пока сумма не накопится, 10000, либо пока не пройдет три года, мы все равно по каждому будем направлять в суды и, соответственно, потом на взыскание службы судебных приставов. Это вот эти изменения по физическим лицам. А что касается предпринимателей? То, что касается предпринимателей, у нас с этого года нету налога, единого налога на умененный доход. он отменен. То есть те налогоплательщики, которые у нас применяли вот этот налог, мы еще с ними в прошлом году проводили работу, чтобы они плавно перешли либо на упрощенную систему налогообложения, многие из них одновременно применяли упрощенную систему налогообложения и ЕНВД, либо на патентную систему налогообложения, чтобы они перешли. Вот. Ну, в принципе, все перешли либо на тот, либо на иной режим налогообложения. Очень много по патентной системе налогообложения, там расширен перечень для наших предпринимателей, для перехода. И плюс еще, какой плюс с этого года, то есть те наши предприниматели, которые, ну, это в основном индивидуальные, не в основном, а только индивидуальные предприниматели имеют право применять патентную систему налогообложения, они имеют право уменьшить сумму налога по патенту на уплаченные страховые взносы за себя. То есть полностью, если у вас там по страховым взносам вы заплатили эту сумму, вы имеете право уменьшить, вычесть налог. Ну, то есть сначала вы покупаете, приобретаете патент, оплачиваете, как там правило, как первую часть. И если вы заплатили страховые взносы, вы можете написать по заявлению и уменьшить эту сумму патента, соответственно, на эти страховые взносы. Это же заявление в налогу написать. То есть у некоторых может даже сумма налога по патенту получиться и 0 рублей. За себя могут на полную сумму уменьшить страховые взносы. А если есть сотрудники у индивидуального предпринимателя, то там на 50% от суммы уплаченных страховых взносов. Это тоже как бы льгота такая существенная для наших предпринимателей. Да, давайте коснемся льгот. Кто имеет право на льготы по всем вот этим налоговым декларациям, ну, как и обычные граждане, так и предприниматели. Наверняка здесь тоже есть новшества. Ну, по физическим лицам льготу у нас имеют, как и в прошлом году, это у нас пенсионеры, плюс предпенсионеры, это по налогу на имущество, по земельному налогу на 6 соток они имеют льготу. Инвалиды 1-й и 2-й группы имеют льготу по налогу на имущество, они не платят налог на имущество. Вот, у нас льготу имеют многодетные семьи, то есть кроме тех вычетов, которые положены на по имущественных налогов, там 50 квадратных метров на дом, 20 квадратных метров на квартиру, 10 квадратных метров на комнату, они имеют еще право, если у них там один ребенок там 5 квадратных метров, два ребенка там 10 квадратных метров, не облагается налогом, ну и если трое там 15 квадратных метров, на каждого ребенка 5 квадратных метров не облагается, плюсом. Есть ли категории, кто полностью освобождается от налогов? Ну вот полностью освобождается от налогов у нас по имуществу, это наши пенсионеры полностью, инвалиды 1-й и 2-й группы, участники, вот в точках горячих, которые были, они тоже полностью облагаются, не платят налог на имущество. Ну по земельному налогу необлагаемые у нас является 6 соток, по федеральному законодательству. Такие льготы нет. Что касается предпринимателей, здесь тоже есть льготные. Предприниматели, если они имущество используют, ну это льгота давно, если они имущество используют в своей предпринимательской деятельности, то налог на имущество они не платят. Они заявляют льготу, пишут, как они используют это имущество, там в аренду сдают, либо там сами его используют в предпринимательской деятельности. Соответственно, такое имущество, если предприниматель находится на патентной системе налогообложения, на упрощенной системе налогообложения, то такое имущество не облагается налогом. Но тут есть исключения. Если у нас есть перечень правительства, которые имущество, недвижимое имущество, это торговый центр в основном, с площадью свыше тысяч квадратных метров, вот там обязательно уплата налога на имущество от кадастровой стоимости. И в этом случае наши предприниматели льготы не имеют. Поэтому некоторые у нас путаются. Этот перечень, он Минпромторгом утвержден, он размещен на всех официальных источниках. То есть все должны знать, какой торговый центр у нас от кадастровой стоимости платит. Поэтому здесь вот льготу заявлять нельзя. Огромное вам спасибо, Малина Александровна. К сожалению, время нашей программы завершается. Конечно, хотелось много еще задать вам вопросов, но мы вас обязательно пригласим еще раз к нам на программу «Диалог». Я напомню, сегодня у нас в гостях была начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 20 по Московской области Марина Лакунина. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Всего всем хорошего. И спасибо тем, кто добросовестно платит налоги. Это была программа «Диалог». Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!